всем привет друзья в этом видео я вам расскажу как низко можно пасть видео будет достаточно длинным но я вас прошу досмотреть его до конца так как это касается всех нас самого начала я хотел разделить его на две части но произошли определенные события которые заставили меня сделать большой подробный документальный фильм это алмата предгорье алатау экологически чистый район по крайней мере так принято считать действующие лица манас он арендует более 30 гектар этой прекрасной земли большую часть которых спаха на я не знаю засеяна она или нет сейчас уже трудно сказать кто что и зачем стоит трудно верить людям после того что вы увидите это даулет он по моему пониманию стоит по иерархической лестнице выше манаса чуть позже вы поймете почему хочу еще раз чтобы вы обратили внимание что это самое настоящее предгорье зимой там тренируют лыжников даже то есть это не просто слова это реально предгорье вторая часть земли которую со слов манаса он тоже арендует превращена просто в помойку просто ужаснитесь машины с мусором шныряю туда-сюда поднимая 25 35 метровый столб пыли и тут возникает логичный вопрос куда же смотрит акимат только вопрос этот серьезный без иронии шуток куда смотрит акимат и акимат все знает мы им писали буквально недавно и они дают ответы что дескать все идет по плану мусор это не мусор а грунт для отсыпы и выравнивания а труба для полива участков которые засыпали мусором и заново отрыли это некий план возникает логичный вопрос если был план то почему трубу заранее не перенесли или не провели новую почему ее засыпали а потом отрыли после того как она начала портится и давать течь что это за план такой у меня с такими планами возникает лишь одна ассоциация нет заявления нету дела то есть если бы люди не начали бунтовать по этому поводу произвола то они бы и не заметили этой проблемы проблемы существуют не потому что это проблема потому что поступают жалобы на эти проблемы это же абсурд орган самоуправления для того и существует чтобы самостоятельно решать поступающие проблемы они там собираются сажать клевер насколько мне известно клевер используется в косметологии медицине довольно иронично выращивать вон на отравленной полимерами земли полимеры которые вы видите токсичны почитайте о вредном влиянии идея выращивать клевер не лишена иронии чтобы понять масштаб бедствия присмотритесь на крону дерева оценили высоту это же ответ на вопрос в какие сроки это все произошло очевидно что достаточно быстро иначе бы дерево просто умерло это произошло не за 10 веков это дело рук не коммунистов не кровавый сталин это сделал это сделала наше поколение следующее поколение спросит нас что мы натворили и как с этим жить что мы им ответим что на этом можно вообще ответить это происходит вот прям сейчас вы смотрите видео и возможно в эту секунду самосвал выгружает мусор ой простите грунт на этом история далеко не заканчивается это даже не половина наберитесь пожалуйста терпение это еще советских времен я узнавал это аквасасов по золотом было это сфалка там того понимаете а девяностые годы с этого рамстора туда ляшки привозили знаете в этих фурами привозили но они продукты они привозили но она внизу осталась 20-30 градусов а там осталось теперь сверху там сейчас дома стоят это частная территория сейчас для этого акиматы ждем чтобы построить документы чтобы там действительно правда да нет ну видите это протокол-то же выписали за незаконный выброс мусора значит а незаконный выброс знаете вот у меня вдоль поля вон лежит ну да да никому ничего не меня не отдавали на их масштабы сито снимаю уди отсюда вон туда убери камеру нет то это хозяин же ребята гусак то хозяин же моего гусак то хозяин же я не знаю я не смотрю ваши документы убери ее чуть-чуть дальше убери ее не надо я тебе говорю убери толкаться толкаться Женна убери говорю разговаривайте я не мешаю с вашим разговором не включай это я тебе еще раз говорю убери ее ну снимай другие места при чем тут это эти стороны я фиксирую работу полиции работу сотрудника полиции фиксирую все все я работу полиции фиксирую все ты же видишь что я разговариваю разговаривайте я не обмешиваюсь в ваш разговор разговаривайте ребята давайте не будем ругаться вот хозяин госактез он что срет или сошлет это его проблемы уже конкретно ну то что снимать это не красиво тут же ничего такого нет уже он госакты показывает что делает и его документы ничего не зафиксировано снимают вот полиция показывает тебя тоже есть не ругайтесь давайте не будем ругаться ребята ругайтесь только вы и я нет ну тебя тоже он что хочет я тебя не снимаю он хочет съесть эту землю это его проблемы арендуют землю я работает полиция фиксирую я не документы ни с того ни с сего пришли документы мои забрали Я не забираю ваши документы. Стоишь, снимаешь еще. Я не забираю ваши документы. Мне они не нужны. Я полностью верю сотруднику полиции. Ну, все, если доверяешь, не надо их снимать. Его снимай, а меня-то зачем снимать? Я его снимаю. Давайте не будем ругаться, люди. Это ты убери. Тихо, тихо, тихо. Расстояние, соблюдайте. Соблюдание разрешено. Не хотите попадать, отойдите чуть дальше. Нет, ну, мне вот интересно, я-то что теперь? Подошли. Скажите, у меня спроси, можно я сниму? Мы никого здесь не снимаем, правильно? Мы ведем видеофиксацию. Я работаю полицией фиксирую. Не надо никаких противоправных действий, правильно? Я работаю полицией фиксирую. Как, руки? Полиция фиксирую. Держите, держите. Я сейчас запрещаю. Держите сюда в руках. Я вам сейчас вечерку леталкаю. Отойдите, говорю. А что? Что вы по камере ударили? Не ударил я, убери, говорю. Сейчас еще раз что-нибудь скажешь. Ничего. Да что ты говоришь, проблемы у тебя будут. Давай, создай. Я тебе говорю, проблему хочешь, что ли? Проблему хочешь, что ли? Я тебе скажу, что ли нервирую, я? Нервничайте. Тебе ипотека. Я не могу разудить, мне нельзя это. Не нервничай. Не ругайся, сам. Доставать. Вот раз 300 вести, блин, лужи. Обед, блин, начинайте. Мозгни не парить. Да я вам не поддерживаю. Людям задерживайте его. Он же, у него работа есть. У него ходит из-за вас что-то выходит. Ну, не поддерживайте же его. У вас кредиты есть. У вас все, там, обед. А моим детям здесь, блядь, по-друге будет. Территорию, Казахстан засрали, блин. Вы же засрали, блин. Все, что с чего? Все, что с чего? Все это делаете. Вот именно, мои дети здесь. Мои дети тоже не придут сюда. Похота, как-то. Ты что говоришь? Похота. А вот то, что вы здесь сделали. Это меня не волнует, это то, что там снимают. Что ты мне говоришь? Честно. Никого не хочешь не запускать. Если у него все нормально в акте. Все, никаких претензий. Все, что, куда ты? Что ты такой, я, с камеру поставил? Блокуешься, садись. Да, я болтаю. Вы же пост держите, вы что ругаетесь, а? Не, ну ты садись, не нервируй. Я уразуй держу. Не нервируй, я тебе говорю. Я не верую вас. Э, я тебе еще раз говорю, ты специально, блядь, делаешь это. А что вы мне это угрожаете? Что вы мне угрожаете? Нет, а что ты специально делаешь? Вы что руки распускайте? За камеру выжиг пытаться начали. Да, окончай ты, мои интригант, блядь. Все, ребята. Ты здесь смелый, пошли. Еще что скажешь? О, ребят. Да, вы тут, ребята. Они все в косах. Соберись. Где? Ну, я полкнув. Что, фары включены, нету тебя? У тебя фары не включены, ты же фары. Ой, я ремень не пристегнул. Я что здесь делаешь? Порядок? Я тебя снял уже, черт. Да? Ой, ой, прям напугал. Смешно такое? Частные территории не надо заходить. Где, где таблички? Не, 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 уходите, уходите, уходите. Сюда нельзя, вот. У меня начинается, вот территория. Где? Я не могу же разобраться, где ваша территория. Вот, вот он. Какой мусор, это моя территория? Вот это, вот смотри, что это такое? Это не мусор, это все грунт. Мусор, мусор, мусор. Мы сейчас и посмотрим, мусорка это или нет. Вот это че? Вот там. Это че? Это грунт? Это грунт? Вот это грунт? Это грунт? Это че? Это грунт? Это ты грунт хочешь сказать? Ты здесь все загадил. Вот это че, шины, это все грунт? Начинаем, смотри. Все, все. Начинаем, моя территория. Все. Все, наймем, наймем. Поняли, спасибо. Но почему здесь не грунт? А это че тебе? Вот это что такое? Вот это. Это не мое. Вот она, территория наша. Покажи, пойдем. Со спутником пойдем покажешь. Спутник, идешь показывать, нет? Нет, подожди, ты иди сюда. Ты иди сюда. Ладно. Че, че, я машину... Ты меня Нивой, что ли, удивить хочешь на машине покатать? Да кто тебя боится? Себя в зеркало видел, боится. Этот кусок земли мне напоминает нашу страну в миниатюре. Каждый пытается что-то урвать. Хоть клочок. Происходит незаконная срезка чернозема. Давайте посмотрим на проблему. Я не буду, к сожалению, показывать картинку, чтобы страйков на видео не накидали, только звук. Извините. Из-за того, что водитель трактора, он сказал, что я работаю в Танус-Пикешино. Давайте пригласим его, никаких у нас вопросов нет. Он говорит, что я именно вы здесь работаете, все с разрешением. То есть грузил тракторец. А не здесь, да? Я в тракторец убежал. У нас потому что трактора своего даже нет. Я сказала, что вы не носили. Два дня назад мы были, что видели, что именно на территории Танус-Пикешино, через задние ворота, через автода, заезжал в трактор. И заезжал, и выезжал. Нет, у нас же, видите, территория большая, да? Территория, вот смотрите. Сейчас я посмотрю, может, не уже выздали? У нас нету на балансе, это же школа. Как вам на балансе может быть трактор? Мы не знаем. У нас что, в школе есть вот этот трактор, вот здесь, синий трактор? И все. Беларусь, Беларусь. Ну, который чистит потом, а там, скорее всего, погрузчик. Там погрузчик, там с Ковшова. Ну, понятно, понятное дело. Я прошлый раз предложил, потом, видите, у нас еще заболел. Я хотел вообще вот по нашей территории, вообще выкопать блок такой, экскаварк не поставить, выкопать на эту сторону, а на этой стороне, чтобы яма была, чтобы проехать. Потом мы уже... Даже кому здесь то есть? Коротко, суть такая. Thomas Education вроде как не при делах. При том, что земля, это с их слов, принадлежит им. Документов экологическая полиция так и не посмотрела, как я понял. Ну, куда? Полиция и целый Thomas. Понимаете уровень проблемы? Машина чернозема стоит довольно круглую сумму денег. Такими темпами, как землю вывозят, речь идет о миллионах ежедневно. Знаете, как бывает в бизнесе? Кому-то эти миллионы не особо интересны. Кто-то даже не представляет, что так можно было. А кто-то знает о проблеме и ничего сделать не может, поэтому получает свой процент и условно бьет тревогу. Так довольно часто бывает. Но что-то я отвлекся. Нам обещали на общем собрании Thomas по данному вопросу сделать некую траншею, чтобы техника туда не могла заехать. Видимо, не особо и помогло. Что можно отрыть, то можно и зарыть. Особенно, когда у тебя трактор под рукой. Это просто смешно. Спустя несколько дней мне снова сообщили, что там происходит срезка. Я вызвал полицию, потом и сам приехал. Он начал фиксировать, как ездят КамАЗы, которые не чистят колеса, поднимая пыль на всю округу. И тут, обратите внимание, проезжает уже ранее знакомая машина и не имеет переднего государственного номера. А кто у нас за рулем? Ой, знакомое лицо. Посмотрите чуть вдаль. Что за минивэн такой на желтых номерах? И что они высматривают? Ну вы уже догадались. Высматривают они меня. Проезжает даулет, они заезжают, потом сдают задом, подъезжают ко мне этот... Не знаю, как его назвать, чтобы он на меня заяву не накатал. И начинает лезть в машину. Субтитры сделал DimaTorzok Закрой дверь. Почему я должен закрой? Это моя собственность. Зачем ты снимаешь? За шкафом. За шкафом, говорю, снимаю. Что за шкаф? Закрой дверь. Что, тебе делать нечего, что ли? Да, мне делать нечего. У тебя есть что делать? Ну зачем ты снимаешь? Сейчас я собственно здесь. Вроде ездить. Кто-то мешает, что ли? Да. Кто-то мешает? Ты мне сейчас мешаешь? Дверь закрой. Да, поговорим с тобой. Дверь закрой и поговорим. Ты что, шугаешься, что ли? Дверь, говорю, закрой. Что ты мне в машину лезешь? Что ты наглеешь, что ли? Ты наглеешь. Дверь закрывай давай. Алло. Я вот здесь на углу стою. Подъезжайте сюда. Убокого там. Убокого хода. Что? Что? А, не. Хотите купить? Не. Уже попахивает каким-то криминалом, согласитесь. Одно дело, когда Манас в истерике бьется. Совсем другое, когда к тебе лезут в машину и пытаются схватить твое оборудование. И тут все вот так. Все знают о том, что там творится. Но все упирается просто в административные протоколы. Из чего возникает логичный вопрос. Кому это все выгодно и кто кому противостоит? Субтитры сделал DimaTorzok